МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня гость программы «Мой вопрос» главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Арачев. Здравствуйте, Алексей Викторович. Здравствуйте. Весной нужно говорить о наведении порядка на земле, о красоте и чистоте вокруг. Но сегодня мы начнем нашу беседу о том, что волнует каждого сейчас на земле, о коронавирусе. И первый мой вопрос касается ситуации в Лиде и Лидском районе. В Лидском районе ситуация у нас стабильная. Под наблюдением находится более 300 человек. Для 200 уже наблюдения снято. Имеются у нас также контакты первого и второго уровня. За ними и за всеми установлено медицинское наблюдение. Заболевших у нас в больнице с подтвержденным диагнозом никто не лежит. Коронавирус в мире и в Беларуси внес такие понятия, как эпидемиологическое расследование, контакты, как Вы уже говорили, первого и второго уровня, а также самоизоляция. Давайте подробнее сейчас поговорим об этих понятиях. Начнем с эпидрасследования. Что это и когда оно проводится? Эпидемиологическое расследование у нас существует уже давно. Это понятие широкое. Принимается оно для всех видов заболеваний. Это не только коронавирус. Любое заболевание проводится эпидрасследование. Проводится в устной беседе с больным путем опроса. Определяется его круг общения. Каким образом он заразился. Чтобы определить тактику поведения, лечения этого больного по изоляции контактных его. Чтобы минимизировать риски и чтобы больше никто не заболел из окружающих, близких. Контакты первого уровня – это близкие люди. Допустим, с кем он проживал, этот гражданин. Может, на работе сидел в одном кабинете. А контакты второго уровня, те, которые косвенно, могли пересекаться, так сказать, на одном этаже, в одном здании. Такое понятие, как самоизоляция. Расскажите, пожалуйста, кто ей подвергается? С самоизоляцией подвергаются все граждане, которые прибыли из-за границы. Они обязаны 14 дней пробыть в самоизоляции. 14 дней взято – это инкубационный период. Они ни с кем не контактируют. Только при острой необходимости они могут покинуть помещение, в аптеку, к примеру, сходить, или какие-то продукты питания купить, продукты первой необходимости. И в случае каких-то повышений температуры, чувствуют, что человек заболевает, он в обязательном порядке, срочно надо вызвать скорую помощь, и тогда его судьба будет решаться. Госпитализироваться или это просто банальный, допустим, ОРВИ будет. Ну а если по истечению инкубационного периода, по истечению 14 дней никаких симптомов не проявляется, человек возвращается к своей обычной жизни? Да, он здоровый. Некоторые люди, которые должны находиться на самоизоляции, относятся к этому достаточно безразлично. Относятся безразлично и к своему здоровью, и к здоровью окружающих его людей. Ходят в детский сад, забирают детей и приводят туда. Как ведется контроль с вашей стороны за ними? Ну, с нашей стороны мы принимаем меры по установлению его, где он находится. Это может быть посредством телефонной связи. Мы выезжаем совместно с милицией, рейды организованы. Но если человека не застаем мы дома, то может быть принято решение о его принудительной госпитализации, или он может быть подвергнут административному взысканию. На сегодняшний день много нарушителей? Ну, нарушители встречаются. И с ними мы проводим разъяснительную работу. Хочется обратиться к тем, кто должен находиться сейчас в самоизоляции. Задумайтесь, пожалуйста, о своем здоровье и здоровье своих близких. В декабре месяц новость о коронавирусе пришла из Китая. И казалось, что эта проблема где-то далеко, нас она не коснется. Но вот, как мы видим, на сегодняшний день коснулась эта проблема и белорусов. Что же это за вирус такой, который не могут побороть медики? Ну, мы включили данную работу уже с февраля. У нас начался усиленный санитарный контроль на границе. Мы измеряли температуру, при необходимости отбирали исследования на коронавирус, заполняли анкеты, передавали эти данные, чтобы по всей Беларуси данных людей брали под наблюдение. А осложнения, которые возможны при коронавирусе, смертельны? При любых заболеваниях органов дыхания, тот же грипп, ОРВИ и коронавирус, могут быть осложнения. Конечно, они могут быть смертельные. Поэтому ему подвержены больше пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями? Да, полностью с вами согласен, потому что это ослабленный организм и более уязвимый. Дети болеют реже, однако они являются переносчиками? Да, на сегодняшний день это утверждение верну, пока ничего другого ученые не предложили. Коронавирусная инфекция может передаваться от человека к человеку? Да, это аэрозольная инфекция. Как можно заразиться? Давайте напомним об этом. Ну, заразиться можно при более тесном контакте, можно через поверхности. Ну и у нас самые уязвимые это руки наши, мы им все трогаем и получается за счет рук мы можем занести это и в ротовую полость, в глаза, и вирус тогда проникает в организм. Через слизистые? Да. Соответственно, для того, чтобы предупредить распространение данной инфекции, людям нужно чаще мыть руки, обрабатывать их антисептиком, носить перчатки, носить маски и находиться на расстоянии полутора-двух метров друг от друга и посещать места массового скопления. Да, это основные принципы, основные наши постулаты в борьбе с аэрозольной инфекцией. К средствам индивидуальной защиты мы еще вернемся, а сейчас давайте поговорим о симптомах коронавируса. Ну, симптомы коронавируса схожи с заболеваниями, с респираторными заболеваниями, это повышение температуры, першение в горле, слабость, боли в мышцах, ну вот мокрота, дышка, ну обычный грипп, можно так сказать. Инкубационный период длится, вы уже говорили, 14 дней. Да, 14 дней. А симптомы через какое время могут проявиться? Симптомы проявляются обычно на вторые-пятые сутки, уже человек может почувствовать что-то неладное, что с ним происходит. Грипп и ОРВИ тоже никто не отменял, и все-таки существует ли та тонкая грань, когда можно человеку самому определить, что у него или грипп, или ОРВИ, или все-таки коронавирус? Такой грани нет четкой. Можно просто при проведении эпитрасследования узнать, был ли этот человек за границей, контактировал ли он близко, может, с заболевшим. Вот только так можно установить коронавирус, что человек заразился им. Но в любом случае, при любых симптомах, все-таки лучше обратиться за медицинской помощью. Да. Кстати, всем напомним, что и поликлиники начали работать по-новому, есть отдельный вход, отдельный кабинет для людей, у которых есть повышенная температура. Да, на сегодняшний день в лечебной сети произошло разделение потоков, и температурящие больные идут по отдельному потоку. А как правильно обрабатывать руки для того, чтобы не заразиться? Ну, сейчас в интернете и в печатных изданиях очень много на эту тему видеороликов, и если вы покупаете антисептик, там есть инструкция с картинками, наглядно показано, как это можно сделать. Ну, а лично вы, как часто пользуетесь антисептиками, как часто моете руки? Ну, как часто я мою руки, это когда прихожу с улицы, а антисептиком на сегодняшний момент я стараюсь обработать везде, где вижу дозирующее устройство, санитайзер. Ну, при входе в любое административное здание, даже сегодня, когда я пришел к вам, я тоже обработал руки. А что касается масок, например, я думала, что люди в Китае носят маски для того, чтобы не заразиться от других. На самом же деле маски носят преимущественно те, кто уже заражен, для того, чтобы не заразить других. Да, полностью с вами согласен. И маски используют не только больные с коронавирусом, но и с другими заболеваниями. Больной, когда имеется аэрозольная инфекция, он тоже носит маску. Защищает других граждан от себя. А как правильно ее носить? Когда мы одеваем маску, мы не должны касаться руками слизистой, и маска должна закрывать наш и рот, и нос. Маски есть и одноразовые, и многоразовые. Что касается многоразовых, как часто и как их вообще нужно стирать? Многоразовые маски, это у нас марлевые или тканевые. Их надо каждые два часа обрабатывать и проглаживать с паром утюгом, и можно дальше их использовать. А одноразовые, соответственно, они через два часа, их надо, от них уже избавляться. Что касается перчаток, они обязательны? Ну, перчатки можно применять по желанию, потому что каждый человек, ну, у кого-то может быть аллергия, кто-то может, ну, не переносить этот латекс, да, на руках. Поэтому вы советуете просто чаще мыть руки? Да. Что касается расстояния, которые должны соблюдать граждане во всем мире, то это какое? Ну, мы рекомендуем это дистанцироваться на расстоянии полтора метра. Придерживаться это везде, в беседе, в общественных местах, в кинотеатрах, ну, в залах, на автовокзалах, где-то так дистанцироваться на такое расстояние. Белийским райисполкомом утвержден план дополнительных мероприятий по профилактике распространения коронавируса. Что он предполагает? Ну, в этом плане отражены мероприятия противоэкнические, которые направлены на различные отрасли. Там касается и образования, медицины, нашей торговли, бытового обслуживания. И там элементарные меры, которые надо соблюдать, чтобы минимизировать риски наши. Прошедшее воскресенье было вербным для католиков. Предстоящее будет вербным для православных и пасхальным для католиков. А еще одно воскресенье будет пасха для православных верующих. Ведь пожилые люди находятся в зоне риска, им все-таки рекомендовано оставаться дома. Но показывает практика, что, например, в это воскресенье костелы были перегружены. Да, учреждениями культа предпринимаются меры. Там и происходит обработка. Но если наши граждане имеют необходимость поговорить с Богом, да, если мы уже вышли, то надо предпринимать те же самые меры, надеть маску и по возможности дистанцироваться от окружающих. Инфекция уйдет, а жизнь продолжится. Поэтому весна – это тот период, когда необходимо наводить порядок на земле. В связи с этим у меня вопрос. Как обстоит ситуация по наведению порядка на земле? Наводить порядок надо всегда, не только, когда установилась хорошая погода, солнышко. Вот, мне кажется, и мы считаем, и проводим работу, мы проводим круглогодично работу по наведению порядка. Это путем мониторинга, выдачи рекомендаций, бесед с собственниками, землеводельцами. У вас есть кого поставить в пример? Ну, наши большие предприятия, можно похвалить Биотекс, Оптик, можно похвалить прилегающую территорию, дом торговли. Ну, в городе, центр города у нас и предприятия, которые расположены на нем, административные здания, ну, выглядят достойно. А среди загрязненных что назовете? Ну, загрязненные у нас это пустующие земли города, которые отведены в будущее под какую-то застройку и пока не вовлечены в оборот. Члены гаражных кооперативов и садовых товариществ уже взялись за наведение порядка на земле? Да, взялись. Они устанавливают контейнеры, где нет, проводят их окраску, уборку близлежащих территорий, наводят порядок. Планируется ли провести субботник или месячник по наведению порядка на земле? Планируется, но я призываю граждан не ждать этого месячника и субботника, а включиться в эту работу с сегодняшнего дня. Рейды будут проводиться с центром гигиенопедемиологии? Рейды проводятся на постоянной основе, как по городу, так и по сельским советам. Купальный сезон тоже не за горами. Как наводится порядок в зонах отдыха? В этом году будут функционировать пляжи, те, которые уже знакомы нашим горожанам. Это в народе их называют Первое и Третье Лицкое озеро. И в этом году будет достойный пляж, это в Березовке. Уже службы города активно включились в эту работу. Вы можете посмотреть, там установлены уже отремонтированные беседки, скамейки. А сейчас традиционный блок вопросов от наших телезрителей. Сегодня все вопросы посвящены коронавирусу. Сосед-дальнобойщик вернулся из-за границы, никакой самоизоляции. Волнует за здоровье своей семьи. Куда обратиться? Обратиться можно к нам. Телефон 62-28-25. Следующий вопрос. Как часто в организациях и на предприятиях должны обрабатываться помещения и поверхности, а также дверные ручки? У нас в центре обрабатываем мы каждые 2 часа. Данное решение должен принять руководитель организации и установить режим соответственный. А как долго вирус может жить, скажем так, на поверхности металлов, дерева? Вирус может находиться в окружающей среде от 2 часов до суток. Может ли коронавирусная инфекция летать в воздухе? Да, это же аэрозольная инфекция. И путь передачи у них аэрозольный через дыхание, через слизистые, потом попадает этот вирус к нам. Можно ли заразиться коронавирусом от животных? На сегодняшний момент медицина изучает этот вопрос и будет установлено, можно ли заразиться от домашнего животного этим коронавирусом. Я так понимаю, пока что зафиксированных случаев не было? Пока что нет. Можно ли принести домой инфекцию на волосах, верхней одежде, обуви? Можно, если частицы вируса с аэрозолем попадут на эти поверхности. То есть вы предлагаете, придя домой, сразу бросить стирку, одежду и принять душ? Ну, в идеале это да. Следующий вопрос. Как не заразиться в магазине или, например, в аптеке? Ну, в первую очередь, это заходя туда обработать руки, соблюдать дистанцирование и все с вами будет в порядке. Принося из магазина фрукты и овощи, мы, конечно, их тщательно моем. А что касается, например, поверхности упаковок, бутылок, их необходимо также мыть с мылом? Я рекомендую их также протирать, потому что это транспортная упаковка. Они ехали в машине, стояли на полке в магазине долгое время, потому что там могут не только вирус, но и пыль, и другие инфекции. А что касается готовой кулинарной продукции, вы сейчас предлагаете воздержаться от нее? Ну, мы торговым сетям, магазинам рекомендовали воздержаться от продаж ее только в упакованном виде кулинарной продукции. То есть смело можно брать упакованную продукцию, где каждая, например, булочка упакована в индивидуальный пакет? Да. Следующий вопрос. Где проводят тесты на коронавирус? Жители нашего региона, Гродненская область, проводят исследования тестов на базе города Гродно. Тесты отправляют в областной центр генной эпидемиологии и там проводят исследования. Как утилизировать маски? Просто выбросить в мусорное ведро? Если это человек здоровый, то маска не опасна. А если человек заболел, то маску необходимо обработать дезинфектантом и утилизировать потом. Еще вопрос, на который вы уже частично отвечали. Носить перчатки резиновые не могу. Аллергия. Чем можно заменить или просто постоянно обрабатывать антисептиком? Да. Ну, можно приобрести другие виды перчаток. Можно носить кожаные. Просто сейчас тепло, как это будет выглядеть. А самое проще это мыть часто руки. Безопасно ли получать теперь посылки из-за границы? Безопасно, потому что вирус, как я уже говорил, во внешней среде неустойчив. Он погибает в течение суток. А посылки из того же Китая у нас идут и две недели, и три, и месяц. Может ли теплая погода повлиять на распространение вируса? Я думаю, что это повлияет, потому что ультрафиолет губительный как для вируса, так и для всяких микробов и бактерий. Приятная новость. Следующий вопрос. Слышала, что прививка от туберкулеза, которую нам делали, может, если не защитить от коронавируса, то хотя бы облегчить течение болезни. Так ли это? Ну, публикации в СМИ, на сайтах такие есть достоверных данных. Я пока не располагаю. Правда ли, что обильное питье помогает? Ну, обильное питье помогает при любом заболевании аэрозольном. Это при гриппе, ОРВИ и также при коронавирусе. И также наши граждане считают, что лимон и имбирь, и чеснок в том числе также помогают от данного заболевания. Все эти продукты, что Вы назвали, это фитонциды, они помогают. Мы их применяли всегда в период осенне-зимний, когда шел подъем. Аэрозольных инфекций. То есть советуете? Ну, не помешает. И последний вопрос этого блока. Как считаете, стоит ли сейчас водить ребенка в детский сад? Дети в группах, как на самоизоляции, всего 3-4 человека. Ну, я считаю, что должны родители обдумать и принять зеркальное решение. Если они опасаются за жизнь своего ребенка, то могут и не водить. Ну, а сейчас блок личных вопросов. Когда Вы были в прошлый раз, у нас на программник задавал мой коллега Алексей Вадыко, но сегодня задам Вам я. Вы не против? Нет. Почему в профессиональном плане Вы выбрали медицину? Ну, по совету своих родителей, по наставлению их. А почему именно санитарную службу? По наставлению родителей. Вы учились в столице? Да. После окончания медуниверситета где набрались опыта? В городе Молодечно. А потом? А потом я приехал в Лиду. Сколько лет? Вы уже здесь? Десять. В прошлой программе Вы говорили, что Ваша малая родина – это Молодечинский район, верно? Да. Там до сих пор живут Ваши родители? Да. И как же они относятся к сложившейся эпид-ситуации в мире и в Беларуси также? Ну, они у меня медицинские работники, и им объяснять это не надо. Они в курсе всего происходящего, и что делает медицина, и что творится в мире. А своим 11-летним детям Вы рассказываете о том, что такое коронавирус? Ну, да. Они внимательно дома слушают папу, о чем он разговаривает по телефону, с другими дядями, поздно ночью, решают свои производственные вопросы. Они часто моют руки, обрабатывают? Да, они, приходя с улицы, в обязательном порядке, моют руки. Ну, и так как каникулы школьные продлены, они также находятся дома? Да, дома, на самоизоляции. Скажите, а дочь или сын хотели стать врачами? Или хотят? Сын хочет стать ветеринаром. А дочь? А дочь еще в раздумьях. Всем гостям в конце программы мы задаем традиционный вопрос. Вы помните, что Вы ответили в прошлой программе о своих мечтах? Нет. Вы желали, чтобы жители Лиды, Лидского района, Гродненской области, а также Беларуси никогда не имели проблем по Вашей части. К сожалению, как мы видим, на сегодняшний день это желание Ваше не сбылось. Итак, задаю Вам вопрос еще раз. О чем мечтает главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Арачев? И о чем мечтает просто человек Алексей Арачев? Ну, о чем мечтает главный врач, чтобы все в нашем регионе было хорошо. А как человек, ну, я тоже заботюсь о своем здоровье. И тоже думаю, что желаю, чтобы и я, и все мои близкие, все мои окружения тоже были здоровы. Спасибо большое за то, что Вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо также говорю Вашим коллегам, вообще всем медработникам Лидского района, Гродненской области, а также Беларуси. Надеемся, что совсем скоро мы эту проблему преодолеем. Напомню всем телезрителям, что сегодня на мои вопросы отвечал главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Арачев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова